по новой традиции баннеры в начале видео так как в конце навряд ли их кто-то смотрит также добавлю и ссылочки на интересные дружественные мне каналы под видео всем привет разрела для полноценного обзора вот этого ножа буба эль от овел к наев прошло достаточно времени как я им пользуюсь уже сложились свои впечатления короче мне есть что сказать за этот нож и так друзья ладно давайте начнем все по порядку буба эль овел к наев самый большой из серии буб но скажу так друзья для меня это не самый большой а скажем так полноценный размер рабочего ножа тут где-то по моему 12 чем-то сантиметров длина клинка то есть говорю сразу что мне подходит в принципе как обычный рабочий нож то есть ничего огромного большое в нем не вижу обувь четыре с половиной спуске выпуклая линза весь и не ушел на пользование этим ножом в плане хозяйственно-бытовых каких-то дачно строгательных работ жесткая у не тестил то есть специальная его тупить как бы не пытался просто решил как есть так и есть вот как она ведет так и идет кухонные какие-то работы там на участке какую-то палочку доску расщепить еще что-то сделать вот скажу вам друзья так я честно сказать удивлен я уж не знаю кому овел к наев продали душу и как они делают подобную закалку вот этой стали я кстати не сказал n690 но затупить его я так и не смог друзья реально он до сих пор полноценно режет он до сих пор в силах из выполнять какие-то скажем так даже ну в кавычках тонкие работы это порезать там те же помидоры он их не мнет а реально режет там те же самые огурцы не колет а режет вообще просто и заточка как бы продолжает меня радовать вообще компания овел к наев скажу так немного удалюсь от темы довольно таки молодая на на живом рынке российском но уже хорошо себя поставившие хорошо так сказать уже привели привлекшие к себе внимание как бы люди знают и пользуются хорошо отзывается за эту компанию я не делаю рекламу этой компании как бы просто говорю за достойный нож от достойной компании так как даже что тут скрывать нож мне достался бесплатно как бы на обзор на тесты мне его прислали но поверьте мне на слово друзья если бы этот нож не отвечал тем как бы требованиям которые я к нему предъявлял то я бы не стал вот этих вот дифирамбы петь этой компании ну в первую очередь что опять же для меня в этом ноже как бы хорошо что мне в этом ноже нравится пол танк что не может как бы не усиливать прочность накладной монтаж накладки здесь не съемные но как сказал их из основателей компании что если уж тому бушкрафтера грянет гром и ему понадобится сделать из этого ножа копье то накладки как бы демонтировать можно накладки не съемные g10 на рукояти в принципе нож отвечает всем тем требованиям и всем тем моим пожеланием которые должны быть у ножа то есть это вот о чем я только что сказал накладной монтаж g10 который материал не боится в принципе ничего из всем известного нам там грубо говоря влаги мороза конечно не знаю при какой температуре он плавится но на думаю испытывать это нам не стоит так чё еще нужны кайдекс опять же что соответствует моим требованиям также меня радует то что здесь есть как бы выбор хотите вы нужны кайдекс не вопрос хотите вы нужны кожи не вопрос заказывайте можете заказать и те и те что кстати будет грамотным решением потому что под настроение нравится мне кайдекс какой кайдексом пользуюсь хочется классики не вопрос кожа разнообразных материалов с российскими стали меня не по моему не работают но n690 на сайте я ссылочку дам под видео можете у них все посмотреть опять же на разнообразность материалов по рукоятям там и кориан там и микарта там уже 10 по моему что-то у них еще появилось принципе одни положительные эмоции от этого ножа ну вот реально знаете когда у там если нож какой то есть он хорошо режет и вроде все 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 в нем идеально но все равно можно до чего докопаться принципе здесь можно конечно докопаться но друзья я как бы не старался этого делать нож мне понравился я им доволен рукоять на первый взгляд конечно может показаться неудобной я сам лично до этого относился к этим вот к этой вот обработки рукояти как бы она называется ну под камень что не знаю скептически но на самом деле друзья довольно таки рука и цепкая конечно конечно может быть хотелось бы где-нибудь добавить может быть ширины может быть чуть-чуть длины может быть не знаю еще чего-то но это уже личное предпочтение для моей большой ладони в принципе то в принципе этого достаточно как бы отверстие под темляк цвет приятный так что друзья рекомендую если хотите выбрать себе хороший нож не вопрос овел кнаев люди везде адекватные даже скажу так что скорее адекватнее даже чем некоторых компаниях я уж конкретно называть эти компании не буду чтобы не делать им антирекламу какую-то какой-то хреновый пиар но все же всегда можно договориться да можно предъявить свои требования я думаю что по спускам по клинку это можно тоже все обговорить как бы ножи идут и с прямыми спусками вот насчет вогнутых не знаю врать не буду есть выпуклые линзы есть прямые также думаю можно договориться со спусками какие вам нужны от обуха там половины или откуда еще все дело за вами все зависит от полета вашей грубо говоря фантазии ну как бы показывать я вам не буду как он работает как он строгает все это вы уже где-то у меня видели на канале в каких-то видео хотя может быть какие-то выразочки я сюда и вставлю наверное не буду даже с этим морочиться просто будь как будь все как есть то есть вот как вот я вот это сказал на одном дыхании так оно и будет что еще можно добавить за этот нож что можно добавить за этот в принципе наверное все довольно таки крепкий тесак довольно таки придающий уверенности что не подведет вас трудную какую-то минуту в экстремальной ситуации главное что размер здесь соответствует каким-то ну скажем так моим требованиям походным то есть длина толщина клинка спуске все это как бы грубо говоря мне нравится ладно за 7 прощаюсь палец вверх кто не ставит тот вонючка кому не понравилось видео ставим палец вниз это тоже поднимает рейтинг канала всем удачи всем пока